Приветствую всех на канале программ Фикс у микрофона Нетли и в этом видео я хотел бы рассказать о самым лучшем плагине для Adobe Premiere Pro связанном с переходами, анимациями текста, ловерсердами, типографией, бэкграундами, анимациями соцсетей, а также цветокоррекцией. Плагин Base 2.0, погнали! Ну а перед тем как начать нам нужно перейти по ссылке в описании под этим видео на Google Диск и скачать архив с нужными нам файлами. Далее, как вы сделали все вышеперечисленное, мы переходим в разархивированную нами папку. В открывшем технике мы видим сразу две папки, это AtomX и Base Transition. Первым делом открываем папку AtomX, далее переходим в папку PC and Mac и уже здесь запускаем файл регистра, нажимаем да и окей. Далее возвращаемся обратно в папку AtomX и копируем папку AtomX 3.0. Переходим в папку Extensions и вставляем сюда ранее скопированную папку. Нажимаем продолжить. Далее мы можем запускать Adobe Premiere Pro, желательно 2021 года. Далее, как у нас открылся Adobe Premiere Pro, мы создаем либо же выбираем проект, где хотим использовать данный плагин. После того, как у нас открылся Adobe Premiere Pro, мы переходим в Windows, Extensions, AtomX. В открывшемся окне плагина мы выбираем иконку Install the First Package. И далее переходим в папку Base 2.0. Открываем папку Base Transition и выбираем файл Base 2.0 в формате .atom для Adobe Premiere Pro. Нажимаем открыть. У нас производится установка. Это может занять несколько минут. Ну и вот наш плагин успешно установился. Теперь бы я мог полностью рассказать про все, что есть в данном плагине, но тогда видео получится слишком длинным и неинтересным. Так что я предлагаю коротко по ним пройтись. Первое, что нас встречает, это переходы. 700 переходов. Далее идет 200 анимаций текста, 100 ловерсердов, типографии, бэкграунды, социал медиа и также цветокоррекция, эффекты овервэй, анимации текста, анимации логотипов и звуковые эффекты. Теперь бы я хотел рассказать, как ими правильно пользоваться и кастомизировать. Первым делом я хочу рассказать про переходы. Для начала мы выставляем линию на таймлайне, там где мы хотим поставить переход. Далее ищем подходящий для себя транзишн. Мне понравился данный переход, я переношу его на таймлайн и примагничиваю его к нашей линии. За счет этого переход становится прямо на ту линию, где нам нужно. Думаю, выглядит неплохо. Также я хочу приподнять переход, чтобы добавить эффекты в овервэй. Для этого я перехожу обратно в плагин и ищу подходящий для себя эффект. Мне понравился данный эффект, я переношу его на таймлайн. Думаю, выглядит неплохо. Правда, у данных эффектов нельзя настраивать длительность. Также я хотел бы добавить в конце анимации переход. Мне понравился данный переход, я переношу его на таймлайн. Также, когда вы работаете с шейп-переходами, ставьте их немного правее от основной композиции, так как звук перехода может заменить вашу звуковую дорожку. Теперь мы подстраиваем под нашу звуковую дорожку и переносим на то место, где нам нужен переход. Также мы можем этот переход кастомизировать. Для этого в окне плагина мы переходим в кастомайзер. Здесь мы можем отредактировать его цвет. Ну и вот такой переход у нас получается. Также на это место я хотел бы добавить бэкграунд. Для этого в окне плагина мы переходим в бэкграунд. Ищем для себя подходящий бэкграунд. Мне понравился данный бэкграунд. Я переношу его на таймлайн. Настраиваю его по длине своего видео. И также замечаю то, что оно не подходит по размеру моего видео. Для того, чтобы его настроить, мы выделяем его на таймлайне. Нажимаем правой кнопкой мыши. Scale to Frame Size. Преобразовать по размеру экрана. Теперь он соответствует размеру композиции. Далее также мы можем настроить этот бэкграунд. Выделяем его на таймлайне. И также переходим в окне плагина Customizer. И настраиваем его цвета. Ну и вот такие цвета я сделал. Далее я хотел бы добавить в середину какой-нибудь текст. Для этого в окне плагина я перехожу в Titleist. Далее ищу подходящий для себя текст. Мне понравился данный текст. Я переношу его на таймлайн. Простым зажатием края композиции настраиваю длительность анимации. Далее выделяю анимацию на таймлайне. И перехожу в окне плагина Customizer. И уже здесь меняю цвета. И также меняю текст. И в конце завершаю все переходом. Теперь мы можем построить конечный результат. Ну а я надеюсь, что данное видео вам понравилось. Вы конечно же поставите лайк. Подпишитесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Также оставляйте свои божественные комментарии. Пишите темы, на которые вы хотели бы видеть видео на этом канале. Ну а на этом все. Всем пока. Пока.